Пластиковые бутылки в сетку, в зеленый контейнер мусор на переработку, в серые пищевые отходы. Житель Старокамышинска Александр Мейнцер сортирует отходы несколько лет, как только во дворе появились баки для раздельного сбора. Говорит, раньше даже не задумывался о том, что это важно, но решил поменять свое отношение. Стекло отдельно, пластмасс отдельно ставлю. Это такой мусор отдельно. И потом иду, выношу. Что-то сложно. Лишь бы вывозили вовремя. К слову, вывозят мусор в ежедневном режиме. В Копейске система существует с 2013 года. В некоторых отдаленных поселках округа контейнеров для раздельного сбора еще нет, но есть возможность сдавать сырье и даже получать за это деньги. Для жителей удаленных поселков, где программа раздельного сбора еще не дошла, мы второй год практикуем эко-такси. У нас разработан график сбора вторсырья на платной основе, где жители, ознакомливаясь с этим графиком, видят, что когда и во сколько подъезжает к ним в частный сектор автомобиль, который приобретает у населения водитель муколатуру, пэт, стекло, алюминиевую банку и другое вторичное сырье. Так, пэт-бутылки принимают за 6 рублей килограмм, а за килограмм стеклотары дадут 50 копеек. Дополнительный стимул повысить экологическую культуру есть. Впрочем, все зависит от желания жителей. Многое зависит, конечно, от самих жителей нашего поселка. Чтобы они не ленились и раскладывали предварительно в разные мешочки у себя этот собранный мусор, отходы бытовые. Спокойно отгружают. А контрансервис берет на себя обязательство отгружать отдельно, не в один короб, перегружать и увозить на полигон для переработки, а раздельными рейсами. Один рейс забирает зеленые контейнеры, другой – серые. Пищевые отходы идут на захоронение, твердые – на сортировку, которую осуществляют на полигоне Южный. Пластик, алюминий, картон проходят тщательный отбор. Это делается с помощью автоматики и вручную на ленте. Затем спрессовывается в кубы. В таком виде мусор готов к переработке. Добавим, что раздельный сбор внедряют и в Челябинске. В ближайшее время Центр коммунального сервиса совместно с проектом «Разделяйка» выберут один из районов города, чтобы начать тестирование системы.